Бэтбук. Титульный партнер футбольного клуба Урал. Всем привет! С вами Андрей Егорчев и моя любимая жена Инна. Привет! И сегодня мы узнаем, как хорошо мы знаем друг друга. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, всё, я начинаю. Камень, где мы впервые познакомились и что я о тебе подумала? У нас была встреча с друзьями, вот, и мы отдыхали на выходных на даче у моих родителей. Да, познакомил мой друг, вот. Да, Никита Красиков, привет! Никита Красиков, очень хороший друг мой. И что ты подумал? Ну, подумала, как это, ты объясняла, но сложно передать твои слова, вот. Ну, что сразу, как будто, какой-то, ну, типа вспышка, момент, не знаю, осознание, что это твой человек, что я твой человек. Да, так и есть. Тоже допомню немножко. В общем, Никита сказал, что мы едем в гости к его другу, вот, что он собирает там много друзей. И, ну, я согласилась поехать. Там много ребят было. Вот, и когда я вышла из машины, посмотрела на Андрея, а ты стоял как раз в профиль, наверное, да, вот так в профиль просто. И у меня просто сердце забилось. Так, всё, всё, верно? Один балл. Та-дам! Та-дам! Спасибо! Здорово! Так, второй вопрос. Какое качество, черту характера я больше всего люблю в тебе? Ну, может быть, доброту. Давай несколько, давай. Несколько? Давай три. Давай три. Три. Доброта. Забота. Забота, да. Чуть не знаю. Честно, 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 это такой непростой вопрос. Вот. На самом деле, ну, я знаю, что ты меня любишь, и поэтому... За всё. Всё остальное не важно. За всё, да. Ну, в принципе, да. Пусть будет так, за всё. Вообще, супер-человечка мой, дай мне ручку же. Так, ещё один балл, уже два. Так, первое блюдо, которое я приготовила для тебя. Что это было? Я вот тут всё сама не помню. Ну, почему-то мне запомнилась... Запомнился плов. Плов. Это был плов, очень вкусная еда, и... Мне кажется, что ты гречку тоже с грибами готовила. Почему-то... Нет, мне кажется, гречку с грибами нет. Не было? Не было. Это уже было позже, может быть. Да, да. Но плов был, плов был. Плов точно был, да. А ещё, помнишь, мы как-то один день с тобой готовили? Прям много-много наготовили, и ты пригласил меня к себе, и что-то я заморочилась, там, бутерброды, что-то ещё. Прям наготовили. Да, ну, бутерброды были. Сейчас такие бутерброды вы не едите. Там майонез, там рыбка, этот, шпроты. Да, много всего. Было классно. Здорово. Ещё один балл. Та-дам! Здорово. Так, чего я боюсь больше всего? Ну, одна из мечт твоих, соответственно, страха, это боязнь воды. Ну да, на самом деле, вот про воду, это прям топ-1, наверное. Я очень боюсь глубины, боюсь заплывать туда, где вот тёмная вода, вот там ничего не видно, и мне кажется, что там какие-то, не знаю, животные хищные, там рыбы плавают. Вот, в общем, есть такой страх, да, работаю над этим. Так, ещё один балл. Наше самое запоминающееся свидание. Ну, конечно, первое свидание, когда... А, ну, подожди, ещё много. Ещё я... Первое, это, типа, когда поцелуй, вот. Это было забавно, я вообще не умел целоваться. Это было такой прикол, это было под деревом, рядом с домом, вот как раз здесь всё у нас в квартире. Да, раскрываем секретики все. Но это было классно, конечно. Вот, ещё первое свидание, когда Инна меня пригласила на свидание в ресторан, вот, и сказала, что сразу заранее сказала, что она будет платить. Мне было так неудобно, вообще ужас, так неудобно, никогда в жизни не было. Вот, и она за меня заплатила, и я так себя некомфортно чувствовал, вот. Но со временем я понял, что в этом ничего нет такого, это личные какие-то убеждения, вот. Ну, в общем, это запоминающееся, это очень интересно. И вот такой вот опыт. Да, мне кажется, я тогда думала тоже, да и сейчас думаю, что это тоже ничего такого страшного. Но сейчас Андрей чаще платит за меня сам. Да, на самом деле сейчас нет в этом какой-то, что ли, проблемы. Ещё один балл. Так, следующий вопрос. Какую еду я не люблю? Когда познакомились, ты не любила мясо, вот, я не любила вообще есть животных, потом я тебя приучил, а вот сейчас сам животных не ем. Ну, это как-то передалось немножко. Ну, какую еду ещё не любишь? Ну, тебе не нравятся, точно знаю, осьминоги. Да. Осьминожки, вот это что такое, типа, слизь, что-то там вообще. Что ещё? Нет, я их тоже боюсь, на самом деле. Я посмотрела, извини, перебью. Я видела ролик в интернете, нет, не в интернете, это, я, кажется, в школу ещё ходила, по телевизору смотрела, как один осьминог нападает на другого осьминога, и вообще, что там происходит, у меня, в общем, стресс после этого, и как-то вообще осьминоги, и всё с этим связано, я не переношу. Так. Ну, здорово же, да? Давай, засчитаем. Я тебе засчитаю. Да, спасибо, спасибо. Следующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы поднять мне настроение? В данный момент времени уверен, что из-за того, что с детьми ты очень много времени проводишь, и это большая нехватка времени на себя, вот, и, конечно, когда я могу забрать детей, это точно должно тебе поднять настроение, хотя это, да. Ну, в какой-то степени, да. То есть, просто выслушать, поддержать какую-то идею. Самое важное, когда ты просто, когда ты счастлив тоже. Так, балл, ещё один. Так, и... А, это всё. Всё, все вопросы закончились. Так, первый клуб, в котором я играл. Ой, да. Ну, а что считать клубом? Профессиональным? Профессиональный клуб? Я просто, вот, когда мы познакомились, я помню, ты меня привёл первый раз на свою тренировку. Это был мини-футбол. Кстати, вы знаете, что Андрей играл в мини-футбол? Знаете? Нет? Вот. Эксклюзив. В общем, Андрей играл в мини-футбол. И я часто была на играх, ничего там практически не понимала. Но потом, конечно, всё, въехала немножечко. Вот. А на большом ты играл тогда за строяк, за строительный институт. Сейчас он университет. Он всегда был университетом, просто по-другому называется, да? Понятно. Ясно. Вот. А дальше, ну, выбор Курбатова был. А, ну, профессиональный, это как первый профессиональный, считается, ПФЛ, да? Это ПФЛ, да? Да, 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 да. Вот. Выбор Курбатова. Всё же явно. Балл, копилочка. Мой скрытый талант. О! Скрытый талант. Даже я не знаю. Что ты скрываешь? А, то, что вы ещё не знаете? Вы хотите больше эксклюзива. Играют на гитаре. Знаете? Не в курсе? Вот. Пожалуйста. Ну, в общем, мне кажется, что ты бы мог, может быть, себе такие качества развить ещё более музыкальные, пение, там, ещё что-то. Так. Плюс балл. Ой, отлично. Засчитали, ура! Мой любимый фильм. Можно топ-5. Топ-5. Крокодил Данди. С Джимом Керри. Фильм... О, боже, как... Я не помню, как называется, но... Не помню, как называется. Ну, всё правильно. Ну, вот с Джимом Керри какой-то. Эйс Вентура. Эйс Вентура, да? У меня нету просто топ-5 каких-то там суперлюбимых фильмов. Много этих фильмов, так что, ну, это тоже балл. Спасибо, Таник. Так, вопрос следующий. Какие у меня есть пунктики? Ну, Андрей, точно, вот если по вещам, чтобы всё лежало по местам. Вот пунктик, наверное, чтобы всё лежало чётко, чтобы не ходить потом, не искать это сто лет по квартире. Наверное, тебе тоже нравится, чтобы там в семье тоже была гармония, там, и тоже, когда ты приходишь, когда всё хорошо у нас там. Ой, я не знаю, какие ещё пунктики? Ну, про вещи, конечно, это такой интересный момент. В детстве я никогда не складывал вещи, они у меня всегда валялись везде, по всей комнате, вот. Вот, если бы я мог есть только одно блюдо до конца жизни, что бы это было? Ну, это точно креветки, точно креветки, да? Ну, ну, мне не нравятся очень креветки, согласен, но просто одно блюдо до конца своих дней, одно только блюдо есть, и всё ещё возможно? Ну, это тут как бы так. Ну, ладно, помечтаем, в топе возьмём, как будто одно блюдо, которое, в общем, которое мне очень нравится. Спасибо, Ларитинка. Лучший способ меня разозлить. Так, разозлить. Наверное, когда все сразу вместе, ты приходишь с тренировки, и все вместе там начинаем на тебя что-то это. Сразу 100 вопросов тянем тебя во все стороны, а тебе надо немножко отдохнуть. Да? Ну, да, но опять же это надо проработать себе как-то. Бывает, бывает, что да, я хочу просто сесть, покушать дети сразу. Дети на папу, сверху, со всех сторон, да. Ну, это по-разному бывает. Ну, да, по-разному, согласно, да. Да, согласно, да. Защитуешь? Конечно. Так, это последний вопрос. Кто сделал первый шаг? Ну, получается, кто сделал первый шаг? В отношениях? В отношениях, но уже этот ответ был. Кто сделал первый шаг, наверное, все-таки Андрей, потому что, когда мы были как раз тогда на даче, да, и как-то, ну, понятное дело, он мне понравился, но я как бы не подходила, мы просто общались, и он потом сам остался, и уже ко мне там... Там был четкий момент вообще. Да, все ушли, и он решил это как раз подождать меня, я там мыл посуду. Вот, и я вот чувствую этот момент, и я уже такой хочу идти с крыльца, такой, хоп, такой. Там все уже думают, забыли, если бы он думал, а так, имя там, подожди, там кто-то с ней, сейчас подождем, чуть я такой зашкерился чуть-чуть, там, хитрый план придумал, и прям, ну, эта судьба сложилась удачная, девушка вышла, и я нашел смелость пообщаться. Второй год. Я тебя очень люблю. Я тебя. Так, что там, два балла? Сразу мне вопрос. Плюс балл. Давай. Опять. Продолжение следует...